И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому режиму, который сделали у нас разработчики игры в честь закрытия флэша. Это хорната рельса, на который сегодня мы вместе с вами покатаем, посмотрим под данный режим, под данный ивент сделали у нас разработчики две миссии. Это киллы на хорьке и киллы на рельсе, поэтому сегодня так же еще заодно как бы в этом новом специальном режиме попробуем покилять как можно больше. Это обычная хорната рельса на песочнице, то есть если например хори рельщики, которые играют в ббп бои, не получают кристаллы, то здесь в этом специальном режиме вы можете поиграть на хорната рельсе в скинах легаси, плюс ко всему прочему еще и поформить крип. Я так понимаю, что это хори рельса 4 на 4, обычный песок, не матчмейкинговый и посмотрим, что у меня здесь вообще в принципе получится. Я думаю, что даже можно на мышке попробовать покатать. Давно я не играл конечно в хори рельсу и интересно будет посмотреть, здесь я так понимаю еще и нулевого урона нету, то есть вообще будет очень даже прикольно. Посмотрим, что по прибыли будет здесь. Попробуем выиграть каточку, катка дефолтная себе минутка, поэтому постараемся потягать. Аптечки падают, расходки другое любое нету, поэтому попробуем здесь вытянуть. Не знаю, получится у меня сделать здесь что-либо или нет. Я все-таки, ну такой себе конечно хори рельщик из меня. Ну посмотрим, попытаемся не крабить, попытаемся по скилу по красоточке развалить. Может быть чуть больше кило где-то давать. Ну посмотрим еще что тут будет делать противник, будет сейвить, не сейвить. Все-таки рандомом подбирает может и каких-то скиловиков, а может каких-нибудь и крабиков подкинет. Поэтому сейчас поймем, что делать будет здесь противник. Я не сбил, а как я не сбил? Мне вроде показалось, что я сбил, типа ну ладно, ничего страшного. Пока счет 0-0, надо просто вытаскивать потихонечку, потихонечку. Я считаю, что вообще такой спецрежим это нормальная такая тема. Нормальная интересная движуха, которой по комфорту можно спокойнейшим образом поиграть. Так, противник увозит, я тоже увожу. Только вот у меня ситуация такая себе, если честно. У меня тиммейты. Будут меня подстраховывать, нет? У меня АФК вообще тип стоит. Тип 1 АФК. Вверху не попал. Рано, мне надо выбивать типов слева. Иначе это все. Иначе тип еще и на холерейсе с приваренной башней играет. Ой боже. Ладно, хоть наш вернул. Нифига, нас трое и они возят флаги. Вот вам и матчмейкинг, друзья. Вам необычная холерейса, где сейчас бы кто-то бы просто бы написал бы там троечку. И просто стояли бы и никого не трогали. Поэтому здесь еще надо будет немножко запотеть. Интересно, у всех же наверное должны быть здесь одинаковые холерейсы. Вне зависимости от того, какое по званию даже прокачат. То есть, ну типа 4000 ГС. Но я думаю, что у него полной прокачки, да, дается вооружение. Как это было у нас на хопперах. Да, я думаю, что ничего в этом плане не изменили. И это, кстати, очень хорошая вещь для тех ребят, которые не имеют гаражей. Да, то есть, если у вас нет гаража, то вы считаете, не тратите ни на арку. И спокойнейшим образом, я думаю, что еще и хорошие цифры здесь фармите. У нас пока трое. У нас типа улетает. Интересно, подкинет нам кого-то, не подкинет. Да, нифига, сразу быстро подкидывает. Каток, я думаю, что в спецрежиме довольно большое количество. И интересно будет посмотреть, вообще можно запикаться в этот спецрежим в пати или нет. Сегодня, я думаю, что можно будет тоже это дело потестить. Будет интересно посмотреть на все это дело. Ладно, давайте немножко погрузимся в катку. А то я была болью, и сейчас мы, похоже, будем уже потихо проигрывать. Надо немножечко попробовать как-то запотеть. Блин, мог сквозную хорошую дать. Но я дал одному, дал второму. Что у нас там, вернут типы? Да, поход вернут. Да, найс. Гоу, 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 надо увозить. Надо увозить. Аптечки в центре есть. Можно было бы через аптечку везти. О, не переживай, он мне даже скидку делает профессиональную. Окей, гоу, увозим. Если он делает такие скидки профессиональные. Избитая, не избитая. Понял. Неплохо. Столько мушководов, я так понимаю, сейчас играет. Что я не сбиваю даже прицел, типу. Хотя там летит чистейшая сбитая рельса. Чистейшая сбитая летит. Но, к сожалению... А, нам еще одного АФКшника подкинуло. Что это за ерунда? Что у нас за АФКшники? Один АФК стоит, другой АФК стоит. Можно нормальных тиммейтов, которые будут играть, а не АФК стоять? А то это уже, ну, какой-то бред полный. Заходит тип и стоит АФК. Так, ладно, у нас профессиональный чел. Чуть-чуть падает вниз. На Афхарю. Хорошая. Залетает. Ну, конечно... Это хури рельса. Что? У меня нет никакого дополнительного преимущества. Если у нас какой-то тип АФК один какой-то с приваркой играет, то понятное дело, что... В таком случае выиграть будет очень сложно. Но, надо стараться. Надо пробовать. Надо пробовать. Что-то делать тут. Пока, конечно, у меня ничего не получается. Попробуем, может, занять домик. Вроде у нас поехали, типа. Я не понимаю, как они до сих пор не увезли флаг. Как меня до сих пор не увезли. Вроде какие-то жесткие скиловики. Там на мышках играют. Но до сих пор они флаг не смогли увезти. Слабачки, значит, получаются. А не скиловики. Так, ладно, я занял домик. Попробуем сыграть на два флага сразу. Ой, ёу, то есть у него сбил. Неплохой рельсоват, неплохой, неплохой. Вместо того, чтобы попасть по противнику, я сбил своему. Ладно. Значит, я надеюсь, там уйдет. Потому что если он не уйдет, то они поставят. Да, уйдет нормально. Миха, Миха. Нормально. Залетает. На верочку будем стрелять. А то иначе. Щипромажу. Легко. Давай попробуем. Попробуем за рельс пить, типа. Одного респа, ну. Второму рельсу дам. Может кто добавит? Нет? Нет, нет. Давайте мы это печально. Ничего не там сейвится, не понимаю. Можно было бы вернуть, быстро поставить и все. Изи катка. Легчайшая была бы победка. Ну ладно. Он еще типа подлагивает. Ой-ой-ой-ой. Блин, не успел выдать. Блин. Мы еще и в итоге проиграли. Ход сделал. Ну видите, тут тоже такое. С рандомом. Может повезти, может не повезти. Может тебе вот таких вот тиммейтов. Закинуть. И все. И джи-джи, так сказать. И поиграл. И наигрался, так сказать. Надо было с самого начала включаться. У нас игрок, например, пока стоял. Другой, вон, стрелять на рельсе не умеет. И все. Не все. И все. И по итогу ты ничего здесь не можешь сразу сделать. Сразу сливная баночка. В действии, так сказать. Ладно. Ничего страшного. Это все-таки обычная вху рейса. Можно играть. Я думаю, еще раз еще одну катку. 13 килов я набил. 13 килов. Мне сказали, что тут еще, кстати, баг один. И об этом багиная тоже сказать. Друзья, сделали две миссии. Которые я уже сказал, да? Охотник. И киберспортсмен. Где одна на рельсе набивается, другая на харьке. То есть, по сути, в обычном спецрежиме должна набиваться что одна миссия, что вторая миссия. По итогу, что мы видим? У нас набивается миссия с киллами на рельсе. Но с киллами на харьке миссия не набивается. Круто. Бомбически. Замечательно. Надеюсь, что это пофиксят. Потому что иначе это будет вообще полнейший провал. С которого я, конечно же, буду максимально. Негодовать. Бомбить. И жаловаться. Ладно, давайте сыграем еще одну. Потому что первая, ну какая-то, знаете, так. Я давно на харьерейсе не играл. Что-то как-то. Ну, не по скилловому катка залетела. Поэтому давайте попробуем еще одну хорошую. Хорошую, да? Сейчас максимально сконцентрироваться. Все-таки это харьерейс, а я лучший харьерейсчик. Поэтому давайте попробуем. О, ё-моё, кого мне закинуло? Мафиус. Если я не ошибаюсь, это тип топ-3. Мод сатрио занял, да? Походу мне джи-джи. Ну ладно, ничего страшного. Пока они там еще грузятся, я по-быстрому увозить буду. Может быть успею? Не? Нормально, нормально, нормально. Там пока еще стоит тип. Найс, найс, найс. Одному сбил, второму сбил. Давай, 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 типочки. Найс, найс, найс. Хороших тиммейтов ему там закинуло, этому мафиосу. Может быть сейчас залетит у меня. А, он соло решил поиграть. Я понял. Оп, оп. Разводка. Разводка профессиональная. А где мои тиммейты, алло? А, я один. Понял. Вот тебе и Хори Рейса в матчмейкинге. Вот тебе и Хори Рейса в матчмейкинге, да? Вот потом играя ее. Когда ты один. Потом играя ее, друг. Неплохо, да? Да-да. Настроим. Мы играем. Хори Рейс. Гениально. Гениальная тема. Мне очень нравится. Мне очень нравится, когда есть такой формат. Поэтому, ну... Молодцы, конечно, что сделали. Молодцы, что сделали. Но... Вы сами видите все недостатки. Тип сидит, я там, крыса. С этим домиком полгода. Не стреляет. Нам может четвертого сегодня подкинуть, нет? Не хотите нам сегодня четвертого подкинуть, пожалуйста? Неперяюсь, мы сейчас травем поставим. Это будет вообще бомба. А, я понял. Складные тоже в этой игре не проходят. Я думал, проходит. Ну и мы будем втроем, да, теперь играть. Мы теперь будем втроем играть, как я понял. Четвертого нам никого кидать не будет. Печалька, короче. Как можно играть в такие форматки? Если ты сидишь просто втроем. Ну, четвертого закинет нам сегодня лома. Две минуты уже втроем играем. Что за бред? Закиньте, пожалуйста. Закиньте нам, пожалуйста, четвертого. Как можно нормально, адекватно записывать видеоролик, если ты играешь две катки сначала с какими-то крабами, которые не вертят башни, которые тоже АФК стоят и не выходят с карты, да? А потом ты просто играешь в бою втроем против четверых. Как можно после этого адекватно играть в хури-рельсу? Объясните мне, пожалуйста. Как после этого можно адекватно хури-рельсу играть? Ладно, скрипышей, конечно, нормальных там против закинуло. Что мы даже втроем еле-еле держимся. Если бы мафиосы еще бы против не скинули, я думаю, можно было бы вообще нормально эту каточку потянуть. У меня вроде более неплохие тиммейты. Но такое себе, конечно, играть. 4 на 3 в поле-рельсе. Гениальный режим. На танках все, как всегда, работает через одно место. Это, конечно, печально. А, еще и не ваншотнул. Настя, еще и не ваншотнул. Вообще гениальная тема. Просто супер. Офигенный режим. Мне нравится. Еще я из двух рельс не убил. И даже это не могли сделать так, чтобы ваншотал из двух. Я в шоке просто. Максимальный дебилин. Ладно, мы 4 на 3 будем сейчас ставить уже. На, из 4 на 3 ставим. Блин, ну у меня горит, короче. У меня, короче, горит. Хотел я сказать, что хороший режим. Молодцы разработчики. А, что хорошего? Ничего хорошего, нет. Опять провалы. Опять 4 на 3 играем. Миссии не выполняются, которые должны выполняться. Да-да, 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 хорошая игра. И спецрежимы интересные. Да-да. Ну и как можно играть 4 на 3 такой режим? Если здесь четвером, и все, джи-джи, епта. 4, и все, и пока она. Даже крабы, которые башни вертеть не умеют, все равно будут тебя выигрывать. Потому что тебя просто-напросто 3, а не 4. Вот вам и спецрежим. Играйте, не жалуйтесь. Мы вернули вам хоре-рейсу, зарабатывайте кристаллы на хоре-рейсе. Кстати, я забыл посмотреть, сколько мне вообще крисов дали. Посмотрим, сколько мне с этой катки крисов насыпет. Очков, конечно, вообще набивается мало. Интересно будет посмотреть, можно в пати пикать. Нельзя. Если в пати можно пикать, то может быть есть смысл какой-то. Поиграть нормально. Они вот с таким замечательными моментами, когда ты просто играешь 4 на 3. Но это провал просто. Ну как можно 4 на 3 играть? Весь бой нам не пикать никого. 4 на 3 полный, полноценный бой. Играем матчмейтинг. Гениально. Я люблю эту игру. Гениально. Просто джинниус. Мне очень нравится, честно. Мне так сильно нравится играть 4 на 3. Вы себе представить не можете. Я, кстати, думал, что я буду больше мазать. Не так уж и много и промахивался. Пока что. Да. Короче, было у меня нормальное мнение. Мнение по поводу всего этого движения. Теперь все как всегда. Все как всегда. Режим говна. Шляпа усатая. Можно смело закрывать. Не, ну это бред, конечно. Я все могу понять. Но играть 4 на 3. В спецрежиме, где ты не можешь играть 4 на 3. Это, конечно, максимальный бред. Может, это я просто джек-пот какой-то сломил. Прям лютый. Но... Даже если я сломил лютый джек-пот, это ненормально. Это ненормально. Так, почти 400 очков. Сколько мне дадут? Сколько мне дадут с этой катки? 800 кристаллов. Гениально. Вот это я подфармил. Вот это я подфармил 3 на 4. Да. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Очень интересный. Что вы думаете по поводу хоререйса, по поводу спецрежима? Я, как уже сказал, изначально думал, что это круто. Но в очередной раз у нас недостаточки. У нас за миссию не выполняются киллы на хорке. На рейсе выполняются, на хорке не выполняются. Гениально. Что я могу сказать? Гениально. Все в этой игре, как всегда, работает замечательно. Стабильность взяла к успеху. У меня, друзья, на этом сегодня все. Пишите по поводу данного спецрежима тоже в комментариях. Что думаете? Заходит вам, не заходит? Или вы такого же мнения, как и я? Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.